Бывает такое, что продажи начинают падать. Что делать в этом случае? Расскажет Андрей Колчанов, интернет-маркетолог. Если в вашей компании наблюдается падение продаж, то, наверное, стоит начать с запуска рекламы. С его стороны, но если у вас нет входящего трафика, если у вас нет входящего потока клиентов, вы не поймете, где у вас находится ошибка. То есть, если вы сейчас испытываете трудности с продажами и у вас не идет реклама, в первую очередь запускаем рекламу. Второй вопрос. Если ваша реклама настроена, у вас есть подрядчики, вы месяц от месяца тратите на рекламу сотни тысяч рублей, результата нет, либо результат отрицательный, продажи есть, но рентабельность не получается сделать положительной. Соответственно, мы обращаемся к сайту и к нашему маркетингу. Центральная задача маркетинга – взять продукт с его текущими свойствами и предложить аудитории. Товар должен ответить на потребность. Соответственно, если у вас есть реклама, но нет продаж, где-то есть брешь в вашем сайте, в вашем предложении. Здесь, в первую очередь, необходимо посмотреть конкурентов, сделать анализ, что они предлагают, по какой стоимости они предлагают, насколько наш сайт отвечает ожиданиям клиента, насколько он правильно доносит ответы, задаваемые клиентом, насколько он отвечает на его потребности, и насколько правильно реклама транслирует эти смыслы для покупателя. 80% всех проблем с продажами решаются на второй стадии сайта и предложения маркетинга. Но бывает, мы запустили рекламу, мы сделали качественный сайт, у нас проработан маркетинг, но продажи все равно падают. Что делать в таком случае? В таком случае нам необходимо спуститься к самому основанию, ведь маркетинг начинается в бизнесе буквально с логотипа, буквально с самой идеи продажи продукта. Соответственно, если продажи падают, такое бывает, и лично в моей практике такое было, когда у нас маркетинг, можно сказать, на высоте, продажи все равно падают, соответственно, мы идем в продукт. Продукт, скорее всего, либо находится в последней стадии цикла жизни товара то есть он в принципе уже аудитория подустала и вам нужно выпускать что-то новое либо это может быть появление кота нового товара который повлиял на актуальность вашего соответственно вам нужно в любом случае работать над товаром подумать почему сейчас данный момент он уже не может так эффективно закрывать потребности более клиента решать его задачи соответственно его доработать и далее по ступенькам вся ваша воронка выстроиться то есть если продукт действительно прямо сейчас востребован у вас есть качественная воронка у вас есть хорошая реклама и качественный сайт то продажи неизбежны